Всем добрейшего утра, продолжаем наш эфир и продолжаем говорить про сон. Ну, мы вот всё как-то говорили, там, высыпаться, как правильно нужно, когда там спать ложиться. А вообще, не затронули тему бессонницы, да? Вот что делать-то, если спать не получается? Это на самом деле очень серьёзная проблема, и кто с ней сталкивался, он знает, что это действительно очень-очень-очень серьёзно, потому что если ты не выспался, то жизнь вообще не мила. Сова или жаворонок, или голубь, всех это касается, наверное. Поговоримся с специалистом. Руслан Питаев, кардиолог-сомнолог, заведующий отделением платных услуг Краевой клинической больницы. Доброе утро. Ну что всё-таки, если человек, будь он жаворонком, совой, голубем, неважно, столкнулся с проблемами бессонницы? Вообще, кстати, вот правда, а если так посудить, вот кто чаще сталкивается с бессонницей, жаворонки или совы? Такого исследования не проводилось. Всё дело в том, что мы же ломаем в большей степени свой привычный биоритм, нашей социальной роли. То есть если у нас сменный график работы, соответственно, мы подстраиваемся под него. То есть в большей степени мы подстраиваемся не под свой внутренний биоритм, а под окружающий мир, как говорится. И, соответственно, с проблемами сна могут столкнуться и те, и другие. И важно, конечно, когда мы начинаем заниматься этими проблемами, понимать, к какой категории человек относится, чтобы более быстро и правильно помочь ему в этом плане. А вот вообще люди, которые работают, ну, скажем так, по стандартному графику работы, там, с 9 до 6, например, и люди, которые работают посменно, например, ну, то есть то в ночь, то в день, то вот такой плавающий график. Кто из них больше подвержен бессоннице? Наверное, у кого ненормированный график, да? Да, люди, которые работают с сменным графиком или с ранними пробуждениями, они впоследствии, к сожалению, страдают проблемами со сном или засыпанием, или с пробуждением. Да, да. То есть врачи, да, вот мы тоже, у нас имеет место быть сменный график работы, и впоследствии уже есть проблемы, которые, ну, потом приходится уже решать. Поэтому в большей степени, как бы, конечно, чем комфортнее под свой биоритм человек будет жить, тем легче ему будет спать и жить. Ну, то есть проблема со сном – это вот только там нарушение графика работы, или это еще что-то, может быть, там, не знаю, психологические проблемы? Вот что может быть причиной бессонницы? Примерно 80% проблем связаны со вторичными причинами. То есть это и депрессивные, и тревожные расстройства, и какие-то заболевания. Наиболее частые, например, храп синдрома пноя сна, синдром беспокойных ног. Но тревожные расстройства, они тоже вносят существенный вклад. Поэтому в первую очередь необходимо исключить причины, которые вызывают бессонницу. И в подавляющем большинстве случаев это все-таки образ жизни и поведение человека. То есть как он живет днем, как засыпает, как просыпается – это вносит львиную долю в проблемы, если они существуют. А бессонница вообще, в принципе, это что такое? То есть это вот там, допустим, ты всю ночь не спишь или там, не знаю, полчаса не можешь заснуть. Вот это можно считать бессонницей? Ну как раз вот полчаса, если человек не может заснуть, это уже проблемы с засыпанием. Но бессонница может выражаться разными проявлениями. То есть это либо трудности с засыпанием, либо трудности с поддержанием сна, либо трудности с пробуждением. И в зависимости, на что, собственно говоря, жалуется человек, мы уже можем определить причину. Например, при тревожных расстройствах – это ранние пробуждения. При депрессивных – это трудности с засыпанием. При ночных нарушениях – наиболее часто мы встречаем синдром беспокойных ног и синдром опнои сна. То есть в зависимости от симптоматики и жалоб мы уже можем примерно без диагностики определить, в чём всё-таки причина. А если вот сейчас пока нет, например, никаких проблем со сном, но ты вот думаешь, может быть, можно как-то делать какую-то профилактику, правильно засыпать для того, чтобы вообще, в принципе, хорошо высыпаться и для того, чтобы не было впоследствии проблем? Ну, собственно говоря, конечно, правильные привычки и правильный образ жизни способствуют нормальному сну. То есть насколько хорошо мы днём проживём, настолько хорошо будем спать и ровно наоборот. И здесь, на самом деле, ну, они нам, в общем-то, всем известны. График поддерживать правильный сна, засыпать и ложиться в одно и то же время – это крайне важно. Ограничить потребление кофеин, содержащих продуктов, исключить алкоголь, физическая нагрузка, чтобы была правильная, не переедать на ночь. То есть все вот эти моменты, они общепонятны, но, тем не менее, соблюдают их с трудом некоторые. Некоторые говорят о том, что зелёный чай способствует хорошему сну. Вот это правда или нет? Потому что мнения так сильно разделились. Кто-то говорит о том, что там кофеина очень много, да. А кто-то говорит, наоборот, успокаивает. Ну, здесь, на мой взгляд, спорить не о чем. В зелёном чае кофеина больше, чем в кофе. Поэтому зелёный чай бодрит лучше, чем кофе. Но если индивидуально человеку помогает заснуть, то и хорошо, да? Значит, какой-то есть рефлекс условный, да. Значит, ему эта доза кофеина не мешает заснуть, но при этом есть рефлекс вот такой приятности, релаксационно-расслабляющий. А что делать-то, если бессонница всё-таки мучает? То есть вот мы говорим про профилактику, а если вот случилось уже, как себя? В первую очередь, вот что я упомянул по поводу поведенческих и образа жизни, нужно на это обратить внимание, да. В интернете информации достаточно подробно всё это написано. А когда лежишь же и не можешь заснуть, что можно? Ну, это уже рефлекс. Если вот считается так, если бессонница, нарушение сна мешают работоспособности и самочувствию, и самостоятельно с этим справиться не получается, то тогда нужно обратиться к врачу. И снотворные таблетки – это далеко не выход решения этой проблемы. Вернее, это абсолютно не выход. Тупиковый выход. Да. Ну, можно усугубить даже ситуацию. Лучше просто побыстрее обратиться к специалисту. Да, будет развиваться рефлекс, и с них, с этих таблеток будет как бы очень трудно съехать. Расскажите нам по секрету, пожалуйста. В Жаворона-Колесова, да? Я, наверное, голубь всё-таки. Я всё время думал на эту тему, но, видимо, я голубь. Удобно вам. Это, да, наверное, самый удобный хронотип в нашей жизни. Спасибо вам большое. Руслан Питаев был у нас в гостях. Кардиолог-сомнолог, заведующий отделением платных услуг Краевой клинической больницы. Ну, а прямо сейчас предлагаю посмотреть, что можно сделать из таких вот материалов, которые есть, наверное, у каждого в доме. В данном случае сейчас будем делать кое-что из невидимок. Это очень интересно.